Вот это интересная тема. Знаете как, человек в отчаянии. Я потом, я сейчас знаете как, в общем, злое письмо про секту Железова. И там очень много, я сегодня не буду, и времени нет, рассказывать такие слова, ну скажем такие, неприятные. Я просто взял, думаю, что за секта-то у меня. Вот. Вот сектантка. Привет, Юлешка Матвеева. Вот одна сектанта. Вы представляете, какие сектанты у нас, ребята? Какие сектанты? И вот я, знаете что, когда я этих девушек показываю, да, я сразу вспоминаю, это, как я, можно бесконечно смотреть на три вещи. На огонь, на движущуюся воду, а третью я забыл, но я от себя добавил. Вот, на этих девушек можно смотреть бесконечно. Вот. Это сектантки. Вот. А дальше, это потом. Захотите, без меня, вот, вернётесь, включите, в другой раз у вас будет запись, да? Вот. А это, кстати, это депты. Это вы выпрыгите в штанах, ребята. Вот. Я просто хочу сказать, что мы это будем изучать. Изучать мы будем. Потому что, не потому что это надо отвечать по принципу сам дурак. Нет. Просто, мне бы так хочется, чтобы нас прибавилось, но, видите как, чтобы не было так, что вот она купила несколько литров этих самых вшивеньких груш, полудиких груш, там это, вот. И человек вознамерился убедить себя, а заодно тех своих, он же у него же свой сайт, правильно? Вот. И что он вознамерился делать? Доказать, что с этого можно вырастить путний сад. Ну, вы, ребята же, эти, как их вас назвать-то? Вы сектанты. Так ведь? Сектанты. Вот. Ой. Иркалин. Те, кто это, ещё недавно вас имел. Мимо этого. Вот. Они вырастили такие вещи, они тоже сектанты. А вот это мои, знаете, как под настроение расы, у меня возникает... Всё новые и новые постулаты. Скажите, что смешанный сад, это здоровье деревьев. А? У нас революция среди людей происходит тогда, когда нету этого социального лифта. Когда верхушка сгнивает, именно сгнивает. А потом люди на баррикады ледут, и они же виноваты. А потом кто-то хихикает, и плодами этих людей, расстрелянных, убитых в атаках, приходят к власти. Это всё потом, сейчас, так как наше время истекает. Вот. Это, знаете, как получается. Вот он там из этих полудетчиков хочет что-то вырастить. Причём уверен в этом. Почему? Он накупил несколько литров за 150 рублей. Ему показалось дёшево. А представляете, косточка отсюда. Косточка отсюда. Я специально выбрал фотографии не своей, своих друзей. Вот. Косточка отсюда. Вспоминаете, Катя? Ваша работа. Косточка отсюда. Вот. Кто-то говорил, знаете, как это. Я специально взял, смотрите. Видите, я же не из магазина достал. Это жигулёвская, да? Ну, средняя бывает крупнее, полтора раза. Вот. И вот она на этом. Мне достали, я уже заканчиваю, но всё-таки какие-то отголоски от споров, от звонков. Валерий Костянович, а знаете, какие люди? Педанты. Мне сразу хочется прекратить всё это. Значит так. Ну, я же продаю семечки, продаю черенки. Сергей продаёт саженцы. Продаём свои знания. Горазнания продаём. Так, будьте добры. Таблицу. Сахар. Кислотность. Крахмал. Сколько? Это самое. Дубильных вещей сколько? Так, что там ещё? Ещё что-то. Я... Вот есть слово на букву О. Ну, скажем так, охерел. Думаю, как же быть-то? Терять клиента-то не хочется, чтобы он что-то купил. Думаю, боженьки мой. Я тогда говорю. Так. Абрикос Королёвский слаще поцелуя. Абрикос Амур. Вы где живёте? О, у вас там климат пожёстче. Вот. У вас, значит, Амур подойдёт. Почему? У него растёт кальций гораздо выше. Вот. Он транспортабельный. Начинаю рассказывать, чтобы его убедить, что это. А сколько в нём это? Я говорю, ну, кислот-то чуть-чуть больше. Нет, мне надо таблицу. Где же я возьму? Елена Александровна. Вы понимаете? А нормальному человеку я вот как вчера вот эту фотографию выслал. А у меня женщина спрашивала. А как выглядят Жигулёвские? И вкусно или нет? Я говорю, посмотрите на фотографии. И сами поймёте. Сейчас, прошу прощения. Алё. Алё, железо на проводе. А, это вы? Всё нормально идёт, запись? А, вот это вы хорошо позвонили. Там было, как у вас написано... Нет, ещё раз, давайте, чтобы все слышали. Потому что это всё, что мы сейчас сделаем, это для истории. Итак, как там написано было, чтобы не возвращаться? Чугаев, так? Опечатка. Всё-таки Чугуев. И вы его знали? Вот смотрите, как тесен мир. Почему мы друг друга не знаем? Это я сейчас разговариваю с ним этого. А, сейчас, секундочку. Секундочку, громкий звук, говорите для всех. Я был Юрий Михайлович, он проводил дни в Маленском винограде, ну, своего рода, ну, как конференция, ярмарка, выставка, всё было вместе. Она считалась международной, потому что много было и в Беларуси винограде. Ну, не знаю, сразу концов. И мне повезло, почему я Юрия Михайловича просил ещё побыть с ним. И вот мне повезло, я билеты сдал и целый суток провёл с ним один на один. Я такого там осмотрелся волшебства, но это как-нибудь отдельно нужно рассказать. Так, ловлю на слове. Фильм, фильм, где... Так, 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 сейчас поймите, время у нас ограничено. Смотрите. Итак, ловлю на слове. Вы будете, смотрите. В разговоре вы сказали, знаю ли я Чернышёва. Это мой друг. Есть глава книги. И вы его знаете. Раз. Значит, про Боднера мы поговорили. Сделаем следующий фильм, согласны? Если есть какие-то фотографии, давайте. Если нет, возьму прям с интернета. Вот. Да давайте Чугуева, у меня много фотографий. Вот Чугуева и будем. Почему? Потому что сразу за всем забывают. Понимаете? Вигарова забыли, Чугуева забыли. Вот. Забыли абсолютно, да. Человек, тем более, понимаете, он же доктор физико-математических наук. Да вот что, а вот это я не знал. Да, он преподавал сапрамат, кстати, всю свою жизнь в этом Смолецком университете. Так что этих нарк, понимаете, так научился его любить. Ну, у него, кстати, не только виноград. У него там самый настоящий питонный был. У него все длинные какие-то великолепные. Прихоз и черешня была. Это я знаю. Мы печатились в одних газетах. Вот. И что? И ни разу не было, чтобы где-то я хоть что-то нашел не так. Вот это не кончено. И он тоже читал мои статьи. Извините, перебиваю, там все работает. Там сыновое дело продолжает, Дима. Там все отлично у них, все работает, все хорошо. Дело продолжает его. Ну, слава богу. Там ничего не погибло. Там наоборот так все. Следят за этим делом очень хорошо. И также выставки, ярмарки проводятся. Сейчас я перебью, ко мне в дверь звонят. Так, с вами будем встать. Мы поговорили, ошибку выяснили. Давайте так. Я отключаюсь, извините.